Мы продолжаем обсуждать всякие истории, связанные с пределами функций. И сейчас поговорим про одну из хороших свойств функций, которая называется непрерывностью. Давайте вернемся к началу обсуждения истории про пределы функций. И вспомним, что мы рассматривали какие-то такие примеры. Допустим, мне нужно посчитать предел при х, стремящемся, скажем, 3, какой-нибудь функции, скажем, х квадрат минус 4х плюс 1 от какого-нибудь многочлена. И мы знаем, что по арифметике пределов эту штуку можно посчитать, можно развить это все в пределы суммы, в пределы произведения. Но в конечном итоге получается, что для того, чтобы посчитать пределы такой штуки, достаточно просто число 3 просто подставить в нашу функцию вместо х. То есть получается, что этот предел равен 3 в квадрате минус 3 умножить на 4 плюс 1. Это минус 2. Понятно, что так ведут себя не все функции. Мы обсуждали примеры, когда такой простой способ вычисления пределов не работает, когда он приводит к неправильному результату или когда он, в принципе, неприменим, потому что функция не определена. Но, тем не менее, оказывается, что во многих случаях для многих хороших функций такой способ срабатывает. То есть для многих хороших функций справедливое утверждение, что предел функции в точке равен значению функции в этой точке. И вот это условие называется непрерывностью. В частности, непрерывностью функции в точке. Вот. Я понял. Хорошо, смотрите. Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь тогда их задавать. Можете просто в Telegram в чате писать. Я буду время от времени туда заглядывать. Хорошо. Окей. Итак, давайте отдам определение. Значит, функция f называется непрерывной. В точке x0. Если f определена в точке x0. Я даже скажу так. Определена в окрестности точки x0. Не прокол ты полный. То есть в самой точке x0 она тоже должна быть определена. И предел при x, стремящемся к x0. f от x равняется f от x0. То есть, на мисловом, функция называется непрерывной. Если ее предел можно вычислить вот таким вот образом. Просто взять и подставить ту величину, к которой у нас стремится x0. Просто поставить ее в функцию. Тогда говорят, что функция непрерывна вот в этой точке. Собственно говоря, вот пример непрерывной функции. Ну и на самом деле мы уже знаем довольно большой класс таких функций, которые обладают этим свойством. Например. Значит, примеры непрерывных функций. Ну давайте скажите, какие-нибудь классы непрерывных функций можете привести? Вот один пример я привел здесь. Но можно что-нибудь более широкое. y равен kx плюс m. kx плюс что-то там, да. Линейные функции. Значит, линейные функции непрерывны. Во всех точках. f от x равняется, допустим, kx плюс b. Непрерывны во всех точках. Так, давайте еще какие-нибудь примеры непрерывных функций. y равен 2 в степени x. 2 в степени x. Это неочевидный факт. Значит, ну на самом деле проще начать с экспоненты. И говорит, что экспоненты непрерывны. Это правда, но это нетривиальный факт. Его нужно доказывать. Так, прям вот прям с ходу из определения. Если помните, мы определили экспоненту как какой-то там предел. И прям вот с ходу из определения не очевидно, что эта штука обязательно должна быть непрерывной. Давайте про какие-нибудь функции, про непрерывность которых мы точно знаем. Давайте я подскажу. Параболы. Параболы, да. Ну на самом деле всякие функции вот такого вида, их можно просто... И такие вот всевозможные параболы и многочлены более высокой степени, можно просто сказать, что все многочлены на самом деле являются непрерывными. f от x равняется a0 плюс a1x плюс и так далее плюс anx в степени n. А в каких точках они непрерывны? Для каких x0 выполняется вот это вот свойство? На самом деле во всех. Почему это так? На самом деле по арифметике пределов. Потому что мы знаем, что предел суммы равен сумме пределов, а предел каждой из вот этих вот степенных штук равен, соответственно, тоже степени предела. И мы получаем, что можно просто сюда подставлять соответствующее число. Значит, по арифметике пределов. Ну хорошо, давайте возьмем более сложную функцию. Не в смысле композиции функции, а в смысле что-то более замысловатое. Ну вот, допустим, рациональные функции – это такие дроби, у которых числитель и знаменатель – это многочлены. Значит, p от x делить на q от x, где p и q – это многочлены. А где они непрерывны? Там, где q от x не обращается в ноль? Да, там, где знаменатель не обращается в ноль, они, в общем, непрерывны на все области определения. Потому что если знаменатель не обращается в ноль, значит, можно, в принципе, выражение в правой части определено. Если знаменатель обращается в ноль, то там просто непонятно, с чем сравнивать. Поэтому, да, значит, эти самые штуки, они непрерывно там, где знаменатель не обновляются, то есть непрерывно на область определения. Естественно, на область определения. Ну, это то, что мы получаем, опять же, по арифметике пределов забесплатно. Ну, хорошо, давайте, значит, сейчас я без доказательства скажу, что еще есть разные функции, которые тоже непрерывны. Ну, собственно говоря, как вы правильно сказали, e в степени x. Синусы непрерывны, но все тригонометические функции непрерывны всюду. Ну, например, тангенс непрерывен на области определения. Ну, потому что это синус, деленный на косинус, косинус время от времени обнуляется. В этом случае, тангенс неопрерывно, значит, не является непрерывным. Вот, то есть, на самом деле, если так посмотреть на вот этот список, да, значит, вот эти вот функции, которые перечислены в четвертом пункте, на семинарах, по крайней мере, части из них, что вы обсудите, почему они являются непрерывными. Допустим, можно доказать, что синус непрерывный, не знаю, какие свойства синуса. Вот, соответственно, оказывается, что те функции, которые мы обычно используем, да, элементарные функции, они, в общем, непрерывны на своей области определения. И это такая хорошая история, то есть, если вы видите функцию, которая записана в виде формулы, но если это не какая-то специфическая формула, то вполне возможно, что ваша функция много где непрерывна, и это сильно вам упрощает жизнь. Да, давайте я еще переформулирую определение непрерывности в квантерах. Значит, давайте посмотрим на исходное определение такое. И давайте я его переформулирую обычным образом в квантерах. Для всякого епсилона идет такая дельта больше нуля, что для всех иксов. И если вот такая штука меньше дельты, то f от x минус f от x 0 меньше епсилона. Значит, как можно немножко упростить это определение, пользуясь тем, что мы определяем не оба какой предел, а мы определяем именно непрерывность. То есть, что в правой части у нас написано f от x 0. Одно из ограничений здесь можно будет снять. Ну, что ж, смотрите, у нас здесь есть ограничение вот это вот. Мы обсуждали, что ограничение, что x не равняется x 0. Сейчас у меня опять отвалился. Значит, вот это вот ограничение, что x не равняется x 0. На самом деле здесь его можно снять. Но почему это так? А что происходит, если x вдруг равняется x 0? Что происходит с этим неравенством? Ну, в этом случае у меня в левой части этого неравенства просто написано 0. И поскольку f больше нуля, то вот это неравенство будет выполняться. Поэтому в случае, если мы говорим про непрерывность, то можно вот эту штуку убрать. И просто сформулировать определение вот такое. На самом деле, свойство непрерывности – это на самом деле очень важная штука. Почему она такая важная? Ну, вот смотрите. Если говорить чуть менее формально, что это свойство говорит? Оно говорит примерно следующее, что если вы вычисляете значение функции в какой-то точке, вот у меня есть, допустим, какая-то функция. И вот я ее хочу вычислить в какой-то точке x0, ее значение. Но при этом, например, из-за какой-то ошибки я ее вычисляю не в точке x0, а в какой-то близкой точке. Утверждение про непрерывность говорит, что если x близок к x0, то тогда f от x тоже будет близок к f от x0. То есть если у меня вот здесь вот есть какой-то x, и я получаю f от x, это значение оказывается близким к значению f от x0. Почему это важно? Дело в том, что очень часто мы не можем вычислить значение функции точно. Например, компьютеры не умеют работать с вещественными числами. У них вещественное число целиком. Невозможно хранить в памяти компьютера, потому что она содержит бесконечное количество цифр, а память компьютера – конечно. и у этой проблемы есть разные способы ее решать. Но стандартный способ состоит в том, чтобы просто хранить не все вещественное число, а хранить его в какое-то округлении. И когда вы говорите округление, это означает, что вы фактически переходите от настоящего числа к какому-то числу, которое близко к нему. И это означает, что когда вы просите компьютера, допустим, посчитать синус от какого-то числа, он на самом деле вычисляет синус не от этого числа, а от какого-то близко, если это не ноль и не один. Допустим, если вы просите компьютера посчитать синус от числа π, то он вычисляет синус от числа, которое будет близко к π. И благодаря тому, что синус непрерывный, ответ, который вы получите от компьютера, имеет для вас хоть какую-то ценность. Если бы вот этого свойства непрерывности не было, то никакой ценности в ответе бы не было, потому что если бы у нас значения функций в близких точках могли бы как угодно различаться, ну, в общем, от того, что вычислили значение синуса в точке, которая очень близка к π, вам бы это не давало никакой информации про значение синуса в самой точке π. Поэтому в большинстве случаев довольно часто в математике мы хотим, чтобы объекты, с которыми мы работаем, были бы хорошими. Свойства непрерывности – это первое свойство хорошести, которое мы можем требовать от функций. Это не означает, что все функции обладают этим свойством. Но, по крайней мере, те функции, которые возникают из каких-то прикладных задач, часто обладают этим свойством. Часто, если у вас есть какой-то реальный агрегат, у него есть какие-то параметры, если вы немножко меняете значение этих параметров, то значение каких-то других параметров, которые от них зависят, будет меняться тоже не сильно. По крайней мере, так бывает часто. И поэтому нам интересно, с одной стороны, формализовать это математически, с другой стороны, нам важно уметь проверять, когда это условие выполняется и когда это условие не выполняется. Давайте теперь поговорим про разные ситуации, когда непрерывность не выполняется. Да, мне нужно, на самом деле, еще одну вещь сформулировать. Я сейчас дал определение просто непрерывности. Есть еще понятие односторонней непрерывности, которое иногда тоже бывает очень полезным. Собственно говоря, односторонняя непрерывность – это то же самое, что обычная непрерывность, только с односторонним пределом. Значит, если выполняется вот такая штука, предел справа, f от x равняется f от x 0, то говорят, что f непрерывно справа в точке x 0. Ну и, соответственно, если у нас написан левый предел, то это будет непрерывность слева. Соответственно, если у нас есть какое-то множество a, являющееся подмножеством области определения функции f, напомню, что мы таким образом обозначаем область определения. говорят, что f непрерывно на a. Если для всех x из a, f непрерывно. Давайте для всех x 0. f непрерывно в x 0. То есть у нас изначально свойство непрерывности – это свойство, которое касается конкретной точки. Непрерывность в точке x 0. Но если мы хотим сказать что-то про функцию в целом, то, как правило, мы хотим какие-то утверждения, типа того, что функция непрерывна на своей области определения. Или функция непрерывна на каком-то подмножстве области определения. Это просто означает, что она непрерывна в каждой точке. Тут, правда, есть некоторые исключения. А именно, бывают такие ситуации, когда функция непрерывна, когда у области определения есть граничные точки. Это означает, что, допустим, что у вас функция определена на отрезке. Представьте себе, что у меня такая картинка. Функция определена на отрезке, скажем, от единицы до трех. Но при этом, строго говоря, если я буду смотреть на конце этих отрезков, на конце этого отрезка, на конце области определения, то вот здесь я могу говорить только про одностороннюю непрерывность. Допустим, вот в этой точке 1 я могу говорить только про непрерывность справа, потому что слева функция просто не определена. И там нет никакого предела слева. Поэтому, когда а отрезок, мы требуем в концах отрезка требуется односторонняя непрерывность. Вот, я бы сказал так. Если совсем аккуратно говорить, то, как правило, мы требуем непрерывности обычной во всех внутренних точках множества А. и в граничных точках мы требуем одностороннюю непрерывность. Давайте поговорим о тех ситуациях, когда условия непрерывности нарушаются. Тогда говорят, что, если в какой-то точке функция не является непрерывной, говорят, что в этой точке она испытывает разрыв. Давайте посмотрим, какие бывают разрывы. На самом деле, по поводу разрывов, есть некоторая такая классификация, она немножко условная, но, тем не менее, она используется в литературе. И давайте я ее тут тоже воспроизведу. Бывают разрывы, по крайней мере, в русскоязычной традиции, бывают разрывы двух типов. Разрывы первого рода и разрывы второго рода. Разрывы первого рода. Это ситуация, когда существует предел справа, f от х, существует и существует предел слева. То есть, когда односторонние пределы существуют, но, тем не менее, функция не является непрерывной. Что ей может помешать быть непрерывной, если существуют односторонние пределы? Какие тут есть варианты? Но функции в точке х не существуют. Да, может такого быть, что просто функции в точке х не существуют, и никакой непрерывности ожидать не приходится. Ну, хорошо. Это я хочу вторым, на самом деле, вариантом рассмотреть. Давайте посмотрим на первый случай, а именно, когда вот эти вот пределы справа и пределы слева существуют, но при этом они не равны друг другу. То есть, у нас получается вот такая вот картиночка. У нас есть функция. Вот она какая-нибудь вот такая, например. У нас есть предел справа, у нас есть предел слева, но при этом эти пределы не равны друг другу, значит, предела обычного двустороннего не существует, значит, нет непрерывности. Предел справа не равен пределу слева. Значит, нет. Значит, вот такой штуки не существует. Обычного предела. И, стало быть, и про непрерывность говорить не приходится, потому что, чтобы функция была непрерывна, нам нужно, чтобы предел был бы равен значению функции, значит, он должен по крайней мере существовать. Значит, такой тип разрыва называется разрыв типа скачок. И он относится к разрывам первого рода. Значит, второй вариант – это, соответственно, когда предел справа равен пределу слева. И в этом случае предел при х-стремящемся к х0 f от х существует. Но что тогда может быть? Что может помешать функции быть непрерывной, если у нее существует предел? Значит, поскольку требование непрерывности – это требование, чтобы предел не просто существовал, а равнялся бы f от х0, то это означает, что либо f от х, значит, либо вот этот предел не равен f от х0, либо он просто не существует. Значения функции в статистической точке не существует. Извините, пожалуйста, у нас просто микрофон был выключен в большой аудитории, поэтому мы не могли отвечать на вопросы. Теперь можем. Отлично. Получается такая штука. Либо вот такая штука, то есть предел не равен значению, либо f от х0 просто не определено. Значит, вот такая штука соответствует таким двум картинкам. Значит, либо у нас здесь просто значение не определено, либо… Так, ага. Я упоительно рисую картинку. Мне кажется… Ага, все, теперь видно. Да, значит, давайте я дорисую картинки, и можно будет еще какие-то примеры привести. Значит, вот такая вот штука. Значение в одной точке оказывается не таким, как предел. Она как бы вылезает, вот эта точка вылезает из всего остального графика функции, или она просто… или функция просто не определенная в этой точке. Значит, вот с таким вот штукой мы сталкиваемся постоянно, когда сталкиваемся с какими-нибудь функциями, типа, допустим, х квадрат минус 1 разделить на х минус 1. Просто из-за деления у нас одна точка вылетает. Ну, чтобы сделать вот такую вот функцию, ее надо каким-то специфическим образом определять. Ну, например, вот предложение, которое мне отправили в личку, выглядит так. Модуль signum x. Значит, signum x – это такая функция, которая принимает значение 1, если x положительно, 0, если x равняется 0 и минус 1, если x отрицательно. Значит, его модуль – это как раз функция, которая имеет вот одну такую выкнутую точку. Вот. Значит, вот такие вот штуки называются разрывами типа скачок. О, не скачок, простите. Это называется устранимый разрыв. Почему он называется устранимым? Ну, потому что нам достаточно отредактировать функцию, отредактировать значение функции в одной точке. То есть, если я, например, беру вот эту вот точку и принудительно ее перемещаю вот сюда. И после такого редактирования функция становится непрерывной. А здесь мне нужно доопределить функцию в этой точке, и я могу это сделать так, чтобы функция была бы непрерывной. Соответственно, если я так переопределю или доопределю функцию, она станет непрерывной, и я таким образом как бы устранил разрыв. Вот. Ну, вот, собственно говоря, два типа разрывов первого рода либо скачки. Скачок – это что-то типа как раз сигнум X. Это пример функции, которая имеет разрыв типа скачок. Или устранимые разрывы. Никаких других разрывов первого рода нет, потому что мы перебрали все возможные случаи. Случаи, когда вот эти односторонние пределы существуют, у нас бывает вот только такое. Кто такие разрывы второго рода? Ну, это все остальное. Все, что не первого. Ну, и здесь тоже, на самом деле, есть некоторые свои подклассы. Каким образом функции могут не иметь односторонних пределов, если односторонние пределы не существуют? Еще раз, пожалуйста. Ну, вот я хочу, чтобы функция была определена в полной окрестности какой-то точки. Допустим, ну, хорошо, не в полной, пусть она будет определена в проколотой окрестности какой-то точки. Но я хочу, чтобы у меня пределы какой-то, например, из односторонних пределов вообще не существовало. Или оба предела не существовали. Ну, собственно говоря, простейший пример, простейшая ситуация, это когда пределы просто равной бесконечности, скажем, как функции единицы делены на х. Значит, если при х, стремящемся к х0, f от х равняется бесконечности, то есть это означает, что у нас и предел справа, и предел слева равен бесконечности. Может быть, плюс, может быть, минус, но какой-то бесконечности. Тогда точка х0 называется полюсом. И пример здесь такой. Собственно говоря, f от х равняется единицей делены на х, имеет полюс в точке х0 равняется 0. Здесь я требую, чтобы и предел справа, и предел слева был бесконечным. Теоретически можно полюс определять как-то по-другому, но я придерживаюсь такой терминологии. И, наконец, все остальное. Это называется существенный разрыв. Давайте я приведу какой-нибудь пример функции с существенным разрывом. Например, вот такая функция. e в степени единицы делены на х. Как у нее устранен график? Если х стремится к нулю справа, что происходит с нашей функцией? Стремится к бесконечности. Если х стремится к нулю справа, единица на х стремится к плюс бесконечности. И экспонент очень быстро стремится к бесконечности. Какая-то такая будет картинка. Если х стремится к нулю слева, давайте посмотрим. Если х стремится к нулю справа, единица на х стремится к плюс бесконечности. Значит, это стремится к плюс бесконечности. Если х стремится к нулю слева, единица на х в этом случае стремится к минус бесконечности. и е в степени минус бесконечности – это что-то близкое к нулю. Получается вот такая вот штука. Значит, вот пример функции, которая имеет существенный разрыв. Ну и давайте еще один пример функции, которая имеет существенный разрыв, я приведу. Про нее, возможно, что вы бы даже не сказали, что она имеет разрыв, если бы я вас спросил. Но, тем не менее, имеет. Вот такая функция. Помните, мы обсуждали, как выглядит графика по функции синус пи деленой на х. И он устроен как-то так. Давайте даже для того, чтобы не возникало вопросов, что происходит в нуле, давайте я скажу. Давайте я ее сделаю вот такой вот. Значит, если это просто синус пи деленой на х, то про нее все понятно. Она в нуле просто не определена. Если она в нуле не определена, значит, она там не может быть непрерывной. Но на самом деле, даже если я ее доопределю каким-то образом в нуле, то все равно это ее не спасет. Значит, я напомню, что график этой функции устроен как-то вот так. Бесконечное количество осцилляций функции делает при приближении к нулю. Вот. И в нуле я ее доопределил принудительно нулем. Но вот такая штука, значит, это не похоже на разрывы вот такого типа, по крайней мере, чисто визуально, чисто по картинке. Но тем не менее, пользуясь определением, мы вынуждены сказать, что здесь функция терпит разрыв в точке 0. не вызывает это у вас стойкого недоумения. Вот. Это тоже разрыв второго рода и ее существенный разрыв. Вообще, есть такое школьное определение непрерывности, что функция называется непрерывной, если ее график можно нарисовать, не отрывая ручки от бумаги. Это, в принципе, довольно неплохое определение. Я, когда в школе учился, я был всегда очень недоволен таким определением. Кривил нос и говорил, ну, это не строго. Вот. Но на самом деле, с течением времени я понимаю, что такие неформальные определения на самом деле очень важны, потому что они содержат в себе важную интуицию, а всякая строгость, всякие формальные определения, это уже некоторая формализация этой интуиции. Вот. Ну и, собственно говоря, даже если пользоваться этим неформальным определением, тут тоже видно, что у меня в точке 0 есть разрыв, потому что я не могу нарисовать полностью график этой функции, не отрывая карандаша от бумаги, используя школьное определение. Так, если вы что-то говорите, я, честно говоря, совсем не слышу. Ну что, едем дальше. Смотрите. Сейчас я хочу, на самом деле, доказать важную теорему про то, какие еще функции являются непрерывными. Мы обсудили, что у нас есть некоторый запас непрерывных функций. Ну и, в принципе, на самом деле понятно, что если у вас есть арифметика пределов, то вы можете из этих функций создавать некоторые новые функции. Понятно, что мгновенно из определений и из арифметики пределов следуют, например, такие теоремы, что если у вас есть... Давайте я заглавлю этот раздел как новые непрерывные функции из известных. Ну и давайте сформулирую утверждение. Это пока что простая вещь. Например, что если f и g непрерывны в точке x0, то f от x умножить на g от x... Давайте начнем с плюса. Тоже непрерывно в точке x0. f от x умножить на g от x непрерывно в точке x0. f от x делить на g от x непрерывно в точке x0. Правда, я сейчас написал? Да, нужно потребовать, чтобы g от x0 не равнялась бы нулю. Вот. Ну вот, например, три таких утверждения. Про сумму произведения и частные непрерывные функции. Они мгновенно следуют из-за арифметики пределов. Ну, давайте я напишу какое-то доказательство, например, для первого пункта. Давайте увидим, что действительно это все мгновенно следует из-за арифметики пределов. Значит, ну вот, что мне нужно найти? Мне нужно найти предел при x, стремящемся к x0. f от x плюс g от x. Значит, предел каждого из слогамок существует в силу непрерывности соответствующих функций. так как f и g непрерывны. В x0. Значит, вот такие пределы существуют. Ну, значит, можно воспользоваться теоремой предели суммы и сказать, что предел суммы равен сумме пределов. предел суммы. Ну, а с другой стороны мы знаем, что функция f и g непрерывная, и, значит, эти пределы равны просто значению. Ну и все. То есть у меня получилось, что вот у меня предел вот этой суммы равняется просто сумме значений функций в этих точках, то есть ровно то, что я хотел доказать. Остальные свойства доказываются точно так же. Вот. Ну, это простые свойства, полезные, но этого недостаточно. Дело в том, что когда мы пишем разные формулы, мы не просто рассматриваем какие-нибудь суммы в функции произведения, функции и так далее. Но мы часто рассматриваем более сложные формулы, когда мы подставляем одну функцию в другую. Возникает так называемая композиция функций или сложные функции. Давайте представим себе, например, что я написал что-нибудь в таком роде. Квадратный корень из синусы x. Что это означает? Если у меня есть x, я должен вычислить сначала синус x, а потом то, что получилось, подставить в функцию, которая называется квадратный корень. То есть, если я скажу, что вот эта функция называется h от x, то я могу представить себя h от x в таком виде. h от x равняется g от f от x, где f от x это есть синус x. А h, чему равняется h? h от y это и есть корень из y. Значит, мне здесь удобно использовать другую букву. Как бы у меня x это то, что подставляется в синус, а то, что подставляется в корень, вот эту штуку, мне хочется обозначить другую букву, чтобы не путаться. h с g от y. О, g, да, g, 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 Вот так, g от y. Теперь правильно. Вот. Соответственно, у нас довольно часто возникают такие штуки. Буквально на каждом шагу мы пишем какие-то формулы, в которых у нас какие-то функции поставлены внутрь каких-то функций. Вот эта штука, способ создания новой функции из существующих путем вот такой постановки называется композиции функций. То есть можно сказать, что h это композиция g и f пишут иногда так, h равняется g кружочек f. Это вот дословно означает то, что у меня здесь написано. Вот такая штука. И, соответственно, мы хотим понять, как композиция взаимодействует с пределами и как она взаимодействует с непрерывностью. То есть в идеале я бы хотел доказать какого-то такого типа теоремы, что вот если у меня есть две непрерывные функции, то их композиция тоже непрерывная. На самом деле такая теорема существует, если ее правильно сформулировать. И сейчас мы ее докажем. Но прежде мне нужно будет доказать теорему о пределе сложной функции. Надо сказать, что когда я использую вот эту вот самую сложную функцию, использую композицию функций, то мне удобно делать такую визуализацию. Представлять себе функции не в виде графиков, а в виде вот таких вот отображений. То есть вот, у меня есть функция, допустим, у меня есть значение x. Другим цветом буду рисовать. Дальше у меня это x отобразилось под действием функции f. Оно отобразилось в f от x. А потом я на это f от x подействовал функцией g и получил g от f от x. Давайте я подпишу ось. Вот здесь ось x, здесь ось y пусть будет, а здесь пусть будет ось z. Можно думать так, что у меня была x, которую я вот так отображал и попал сюда. А можно думать, что я сразу прошел с этой стрелки и это означает, что я просто на x подействовал этой самой композицией. То есть композиция это результат вот таких двух последовательных применений моих отображений. Вообще это понятие композиции отображения это такое совершенно общее понятие, оно даже не привязано к матанализу, встречается во всех разделах математики. Мне для дальнейших доказательств будет удобно использовать такую визуализацию, когда мы функции представляем не как графики, а как такое отображение, которое каждой точке отсюда ставит соответствие какую-то точку отсюда. Понятно, как эти визуализации работают. Вот, хорошо. Смотрите, теперь я попробую сформулировать теорему о пределе сложной функции, но сначала мне нужно будет я сначала попробую сформулировать не совсем верное утверждение, мы сейчас обсудим верно оно или нет. Значит, правда ли? Что верно, такое утверждение. Значит, пусть у меня при x стремящемся к x0 предел функции f равняется какому-то числу a b. И предел при y стремящемся к a от функции g равняется числу b. Следует ли отсюда, что предел при x стремящемся к x0 g от f от x равняется b. правда или нет? Давайте я попробую вас убедить в том, что это правда. Смотрите, что говорит первое утверждение? Она говорит, что если x становится близок к x0, то f от x становится близок к a. Что говорит второе утверждение? Она говорит, что если y, то есть аргумент функции g становится близок к a, то само значение функции g становится близко к числу b. Вывод, который мы хотим сделать, такой, что если x становится близок к x0, то g от f от x становится близко к b. Ну, действительно, если x близок к x0, то f от x близок к a. Но, с другой стороны, если f от x близок к a, вот по этому пределу, то мы же как раз f от x подставляем внутрь функции g. А здесь сказано, что если то, что мы подставляем внутрь функции g близок к a, то значение функции g должно быть близок к b. Ну, вроде как, должно работать. Может ли кто-нибудь поспорить с этим? Все логично вроде. Все логично. Все логично. Хорошо. Хочется ли кто-нибудь привести контрпример? Можно попробовать. То есть, у нас возможно в точке g ответы, g 1 в смысле, g 1 неопределено. И тогда это не соответствует непрерывности. Но я нигде не требовал здесь вот это вот то утверждение, которое я сформулировал, оно не имеет никакого отношения к непрерывности само по себе. Мы его будем сейчас использовать для того, чтобы что-то говорить про непрерывность, но само по себе оно не требует, оно нигде не использует непрерывность. Я нигде не говорил, что, например, g должно быть определено в точке a. Для того, чтобы существовал предел, который написан, это совершенно необязательно. Ну, хорошо, давайте я приведу контрпример. И он такой. Пусть у меня функция g устроена таким образом. она равняется, скажем, единице при y равном 2 и 3 при y не равном 2. Вот такая функция. здесь у меня по горизонтали y, по вертикали пусть будет z. И вот эта функция z равняется z y. а пусть у меня функция f просто равна 2 для всех x. Тоже, если равна 2. Давайте посмотрим, выполняется ли для нее вот это утверждение. Давайте возьмем какую-нибудь точку x0. Предел при x стремящемся к, допустим, 2. Ну, хорошо, не 2. Давайте к 0, допустим. Значит, что мы можем сказать про предел при x стремящемся к 0 f от x? Равен 0. Сейчас, не 0. Come on равен 2. Значит, f от x тождествен равно 2, то есть, f от x во всех точках равно 2. Значит, предел равен 2. Дальше, чему равняется предел при y стремящемся к 2 функции g от y? 3. 3, да. Давайте я здесь напишу, что вот это 3, а вот это 1. А теперь давайте возьмем посмотрим на сложную функцию. Предел при x стремящемся к 0 g от f от x. Чему равняется? Чему равняется g от f от x? Поскольку f от x тождественная двойка, а g в двойке равняется единице, то на самом деле g от f от x это просто тождественная единица. Когда я пишу вот такой значок с тремя равенствами, это означает, что равенство выполняется при всех x. Сокращенная форма записи для всех x f от x равняется тому то. Вот понятно, что этот предел равен единице. И видно, что для этих функций то утверждение, про которое я спрашивал правда ли, оно не работает. То есть такая наивная попытка написать теорему про предел сложной функции, которая изначально выглядит вполне реалистично, на самом деле проваливается. Вот. Хорошо. Значит, смотрите, почему она проваливается? Ну, проваливается она, собственно говоря, потому что внешняя функция, вот эта функция g, не была непрерывной. Видно, что как раз в той точке, к которой у меня стремился y, функция g оказывается не непрерывной и из-за этого все портится. На самом деле хорошо проследить, почему наше неформальное рассуждение, которое я вам продал, вы купили, почему оно на самом деле не работает. Значит, я говорил, что если x становится близок к x0, то f от x становится близок к а, но если y близок к а, то g от y становится близок к b. В каком месте в этом рассуждении ошибка, что мы недоучли. На самом деле, если вы внимательно посмотрите на этот пример, то видно, что проблема, которая возникла, она была связана с двумя фактами. Во-первых, с отсутствием непрерывности внешней функции, а во-вторых, с тем фактом, что f от x не просто близко к x0, а f от x оказался равен к x0. Как вы помните, когда мы обсуждаем понятие предела функции, у нас есть требование, чтобы та переменная, которая стремится к чему-то, чтобы она ему бы не равнялась. Вот здесь, в определении предела, например, вот в этом определении предела, нам нужно будет, чтобы y не равнялся бы а. А в данном случае у нас y определяется как вот в этом пределе, y определяется как f от x, и у нас совершенно здесь нет никакого требования, вот в этом пределе, нет никакого требования, чтобы f от x не равнялся бы а. Он может равняться а. Поэтому вот в этом месте все ломается. Давайте я теперь сформулирую правильное утверждение. На самом деле его можно формулировать, можно сформулировать два правильных утверждения. Я сейчас сформулирую одно из них, которое мне нужно и докажу его. значит, пусть предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется а, и предел при y, стремящемся к y0, g от y равняется g от a. То есть мне нужно, чтобы g было непрерывно в точке a. Тогда предел при x, стремящемся к x0, g от f от x равняется g от a. ну, давайте я даже так напишу более подробно. равняется g от предела вот такого равняется g от a. То есть, иными словами, если у меня внешняя функция является непрерывной, то я могу переносить предел как бы внутрь этой функции. Вот такая теорема. От предыдущего утверждения, которое казалось неверным, эта теорема отличается тем, что я теперь требую, чтобы вот этот предел не просто существовал и равнялся бы к числу b, а чтобы он равнялся бы именно g от a. Ну, и давайте попробуем теорему доказать. Значит, я запишу. Можете, пожалуйста, сказать, почему вот у нас во второй строчке предел равен g от a. Нет, нет, вышло в принципе в той строчке. Да. Ну, как бы мы берем, если у нас любой будет y0, у нас всегда будет предел g от a или что-то значит. Ну, сейчас, у нас есть фиксированная точка a, и утверждение состоит в том, что функция g оказывается непрерывной в точке a. То есть, когда y приближается к y0, g от y приближается к этому самому g от a. То есть, вот у меня a сейчас фиксировано, вот это, вот я написал вот эту вот штуку, а тут a зафиксировал. Какое-то конкретное число. И я требую, чтобы g была бы непрерывной вот в этой самой точке a. Очень спасибо. Вот. Ну, то есть, собственно говоря, вот это вот то самое, что нарушается вот в этом примере. Смотрите, здесь у меня функция a выполняет вот эта двойка, это то, куда стремится f. и как раз вот в этом примере условия теоремы нарушены, потому что предел при y, стремящемся к 2, g от y оказался равен 3, то есть, вот этому значению, а значение функции g в точке y в двойке оказалось равно единице. как раз это вот в теореме сказано, что вот такого быть не должно. вот, давайте попробуем доказать. Значит, я перепишу в пантерах те факты, которые у нас есть. Значит, первый факт, который у нас есть, это то, что предел равен, что предел f равен a. Значит, для всякого epsilon большего нуля существует такая дельта большая нуля, что для всех x-ов и если расстояние от x до x меньше дельта больше нуля, то расстояние от f от x до a меньше epsilon. Давайте я какие-нибудь буду индексы здесь писать, пусть здесь будут единицы. И давайте про эту дельту скажу, что она дельта 1 от epsilon 1, как обычно напишем. Значит, это то, что нам дано. И второй факт, который нам дан, факт про непрерывность, а именно для всякого epsilon 2 большего нуля найдется такая дельта 2 больше нуля, такая, что для всех игреков если y минус y 0 по модулю меньше дельта 2, то тогда g от y минус g от а, сейчас не y, но здесь это называется а, меньше epsilon 2. вот такая штука. Почему я вот здесь написал условие вот такое, а вот тут вот не написал? Ну да, смотрите, если так оказалось, что у меня y оказался просто равен а, то есть если вдруг, вот если бы я бы написал здесь это условие, и вдруг оно нарушилось бы, это означает просто, что y равен а, но тогда, если y равняется а, то вот здесь вот просто ноль, и тогда вот это условие выполняется автоматически, поэтому даже если я сюда вот это неравенство допишу, от этого ничего не поменяется, утверждение не станет и не изменит свою истинность. Вот. Значит, вот это два утверждения, которые нам даны, и то, и то нам дано. Теперь давайте посмотрим, чего мы хотим. Хотим мы такое утверждение. Для всякого эпсиона большего нуля найдется такая дельта большая нуля, что для всех х иксов. Если выполняется неравенство вот такое, то значит, что мы должны потребовать? Мы должны потребовать, чтобы расстояние от g от f от x до g от a было бы меньше дельты. значит, дельта равняется дельта от e эпсиона. Неменьше? М? Неменьше? Эпсиона. О, эпсиона, конечно, боже мой. Конечно, эпсиона, да. Вот. Давайте попробуем нарисовать картинку, из которой, может быть, должно быть чуть-чуть более понятно, чего у нас вообще здесь происходит, потому что сейчас написана какая-то дикий забор из формул. Смотрите, я нарисую картинку, похожую на ту, которую я выше рисовал. Вот у нас x, y и z. Что говорит нам первое утверждение? Она говорит вот что. Вот у меня есть какой-то x0, тут у меня есть какая-то точка а. У меня есть для всякой окрестности, точки а вот здесь. Значит, здесь у меня будет жить эпсиона 1. Я могу найти такую дельта-окрестность точке x0, проколотую. Здесь у меня будет жить дельта. Такую, что все точки переходят под действием отображения f. все точки из этой дельта-окрестности переходят внутрь вот этой эпсиона-окрестности. Здесь будет дельта 1 сейчас нарисована. Дальше. Что говорит второе утверждение? Вот это. Она говорит такую штуку, что если y оказался близок к а, то есть если мы живем в какой-то окрестности точки а, то g от y оказался близок к g от а. То есть что здесь у нас такое происходит? Значит, вот у меня есть где-то здесь точечка, давайте я нарисую, у меня здесь есть точка а, и я на нее действую отображением g, попадаю вот сюда в точку g от а. Дальше. Известно вот что. Известно, что если я возьму какую-то окрестность вот здесь, это окрестность радиуса epsilon 2, если возьму вот такую окрестность, то я могу подобрать такую дельта окрестность вот тут, дельта 2 окрестность, что все точки из вот этой полной окрестности, заметьте, что даже не проколотая окрестность, а полная окрестность, они все будут переходить вот в эту epsilon 2 окрестность точки g от а. Почему я говорю, что здесь полная окрестность, а здесь проколотая? Ну, потому что вот здесь у нас как раз нет вот этого условия, что у не равняется а, а нет его ровно благодаря непрерывности функции g. Вот. Теперь, что я хочу? Я хочу рассмотреть сложную функцию, то есть я хочу, то есть меня интересует, что будет происходить с точками вот отсюда, когда мы пройдемся по двум стрелочкам одновременно, сначала по одной, потом по другой. я хочу найти такую дельту вот здесь, чтобы из проколотой окрестности, из проколотой дельты окрестности точки x0 под действием композиции отображений я попадал бы в epsilon окрестность вот здесь. как мне это сделать? То есть, смотрите, еще раз, я могу из вот этой проколотой окрестности гарантированно попасть вот в эту окрестность epsilon 1, и если я добьюсь того, чтобы я попадал в какую-то дельта 2 окрестность, я могу попасть вот в эту epsilon 2 окрестность. Причем вот это epsilon 2 в моих руках, вот это epsilon 1 в моих руках. Как бы мне заставить точки вот отсюда попадать в какую-то epsilon окрестность вот здесь? Как мне выбрать epsilon 2 и как мне выбрать epsilon 1? epsilon 1 равняется дельта 2. То есть, смотрите, идея действительно такая. Идея состоит в том, чтобы загнать вот эту окрестность, epsilon 1 окрестность, epsilon 1 в нашей власти. Я его могу загнать внутрь той самой сейчас, вот эту вот epsilon 1, вот эту вот epsilon 1 я могу как раз загнать внутрь вот этой дельта 2 окрестности, попадание в которую гарантирует, что я попаду вот сюда. То есть, давайте запишем формально. Во-первых, каким выберем epsilon 2? Значит, в качестве epsilon 2 выбираем тот epsilon, который нам дали. Нам говорят, что мы хотим попадать вот сюда, в окрестность точки G от A с точностью epsilon. Мы говорим, хорошо, возьмем epsilon 2 равный epsilon. После того, как мы выбрали этот epsilon 2, у нас возникает вот эта delta 2, которая нам гарантирует, что если мы попадаем вот здесь по Y в delta 2 окрестность точки A, то под действием G мы попадаем куда надо. Выписываем на окрестность точки G. Следующий пункт состоит в том, чтобы нам нужно заставить точки вот отсюда попадать внутрь вот этой самой нашей delta 2 окрестности. Значит, delta 2 мы уже получили. Получаем delta 2 от epsilon. Мы ее получили, и теперь мы можем заставить наши точки отсюда под действием F попадать внутрь вот этой delta 2 окрестности. Как это сделать? Для этого нужно взять такую delta 1 настолько маленькую, чтобы точки попадали внутрь этой delta 2 окрестности. То есть, это означает, что мы хотим давайте вернемся к формулам. Значит, мы хотим, чтобы вот в этом неравенстве у нас вот здесь сейчас не в этом вот в этом неравенстве мы хотим, чтобы у нас вот здесь вот вместо epsilon 1 фигурировало delta 2. Правильно? Мы хотим, чтобы расстояние от F от X до A было бы меньше, чем та delta 2, которая нам гарантирует, что следующим шагом мы попадем куда надо. Поэтому дальше можно положить epsilon 1 равный delta 2 от epsilon. значит, этот epsilon 1 благодаря вот этому утверждению первому, он нам сгенерирует delta 1, который живет вот здесь, и этот delta 1 как раз будет ровно той самой дельте, которая нам нужна. Значит, delta возьмем равную delta 1 от epsilon 1, то есть delta 1 от delta 2 от epsilon. давайте проверим, что эта delta работает. для всех x, если расстояние от x до x0 больше 0 и меньше этой дельты, да, то что это означает? по первому условию это означает, что расстояние от f от x до a будет меньше, чем epsilon 1, а в качестве epsilon 1 мы взяли delta 2, то есть это означает, что расстояние от f от x до a у нас будет меньше, чем delta 2 от epsilon. значит по условию 1. Согласны? Значит здесь в качестве epsilon 1 у меня взято delta 2 и поэтому она как раз здесь и фигурирует. Но дальше я смотрю вот в эту вторую часть и вижу следующее. Я вижу, что если число y докого, что расстояние от y до a меньше delta 2, то тогда g от y минус g от a меньше, чем epsilon 2. А это равно то, что мне было нужно. И тогда g от f от x минус g от a меньше epsilon. Это по условию 2. Итак, и доказательство закончено, потому что мы показали, что такой способ выбирать. Значит вот мы написали, каким именно образом мы будем выбирать delta, и мы доказали, что этот способ действительно работает. похож на правду. нет. И то, что сформулирую, что нет подвоха. которое мне будет нужно я его сейчас не буду доказывать вариации на тему той же самой теоремы а именно если предел при x стремящемся к x0 f от x равняется а и существует такая дельта со звездочкой больше 0 что для всех иксов из проколотой окрестности точки x0 f от x не равняется а и предел при y стремящемся к а же от y же от y равняется b тогда тоже можно сделать теорему тоже можно сделать предел сложной функции он будет работать так собственно говоря как мы изначально и ожидали значит это некоторая модификация той теоремы которая доказана выше и я предлагаю доказать у меня самостоятельно упражнение докажите вот ну и последняя вещь которая сейчас хочу сформулировать это сформулировать теорему о композиции сложных функций значит она формулируется так пусть f непрерывно в точке x0 и же непрерывно в f от x0 тогда их композиция непрерывно в точке x0 значит доказательства это мгновенное следствие доказанной выше теоремы вот опять же посмотрите внимательно и убедитесь том что это так вот ну вот собственно говоря то что я хотел сегодня рассказать про непрерывность если какие то вопросы значит мгновение следствие что мгновение следствие ну Продолжение следует...